12 февраля 2018 года на Первом канале состоится премьера четырехсерийного сериала под названием «Крепость Бадабер». Смотреть военную драму можно будет по будням, сразу после программы «Время». В начале апреля 1985 года генерал Колесов возвращается с Афгана-Пакистанской границы, где видел зверства маджахетов на территории крепости Бадабер. Он просит министра санкционировать наземную операцию по уничтожению данной базы, пообещав, что его спец Юрий Никитин не только достанет разведданные для операции, но заполучит также доказательства присутствия американцев на тренировочных полигонах лагеря. После недельной подготовки Никитин под видом раба и в сопровождении местного ополченца Хазипа проникает в крепость. Он делает фотографии, но в самый последний момент бросает фотоаппарат, чтобы не попасться. Местный золотарь Ямам показывает Никитину солдатские медальоны, один из которых принадлежит лучшему другу Юрия, Михаилу Колесову. Никитин понимает, что в старой крепости Бадабер, возможно, содержит русских пленных, которые при наземной операции могут пострадать. Устроив ночью небольшой взрыв, Никитин проникает внутрь крепости и фотографирует русских пленных. С помощью Михаила Колесова и заключенного Нарышкина он снимает средства связи Бадабера и расположение орудий внутри периметра. Пленку он передает Хазипу и отправляет его к месту условному по плану встречи с Колесовым. Сам же решает сдаться, чтобы попытаться предупредить пленных об операции и помочь ее осуществить изнутри силами заключенных. Никитин излагает пленным задачу. Необходимо организовать захват базы и побег, разделившись на три группы. Штабы не верят в его план, вариант с проникновением в крепость вообще не прорабатывался. Если Юрий не выйдет на связь и не сообщит точное время операции, спецназ может нарваться на засаду. А в это время Никитина скручивают и ведут к полковнику Джетерсу, прибывшему с ним разобраться. Никитину удается выторговать звонок жене и при помощи старых кодов передать генералу информацию о восстании. Вопреки приказу генерал Колесов, вылетает в Афганистан, чтобы оказать хоть какую-то помощь Никитину, если представится такой случай. Пока солдаты отстреливаются, Юрий берет в заложники Джефферса, тем самым заставив его людей сложить оружие и покинуть базу. Никитин и его бойцы отбивают еще одну атаку маджахетов, когда появится связь с Колесовым, который сообщает, что помощи не будет, для операции нет оснований, но он сам готов встретить пленных у границы, прикрыт огнем. Тогда Никитин предлагает иной вариант. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.